До 1 июня всем гражданам надо пройти перегистрацию, через службу доставки получающую им надо, на дом им приходит наш работник, проводит перегистрацию и дальнейшую без проблем он получает. Люди, которые получают через кредитное учреждение, банк, они могут обратиться в любую нашу клиентскую службу, независимо где он проживает или где он прописан, и вот там же, в принципе, сразу проведут по базе перегистрацию и продолжатся у него выплаты, соответственно, либо фенсии, либо другие социальные выплаты. Как пойти перегистрацию на маломобильные граждане? Для них у нас есть в каждом районе мобильная группа, которая выезжает по тому адресу, который указывается, и на дому проводит перегистрацию. У нас, в принципе, эта работа ведется, вот, коллеги мне сегодня предоставили отчетность, мы уже порядка 70 человек на дому маломобильных уже провели перегистрацию, хотя выплата у нас началась в понедельник, а сегодня пятница, ну, за эти пять дней, да, уже 70 человек прошло. Тем лицам, которые получают по доверенности, сделаем максимально им комфортные условия, чтобы их пенсия также не была без задержек, и они проходили перегистрацию. Мы проверяем и те доверенности, в принципе, и факт нахождения человека в том или ином месте, чтобы более качественно у нас прошла эта перегистрация. Как перегистрироваться пенсионерам, которые живут за границей? Что можно сделать, если из-за карантинного места человек не может вернуться в Россию или даже подойти консульское учреждение? В этом плане у нас уже отработанный механизм есть, им надо обратиться к консульству, консульский работник проведет перегистрацию и нам электронно перешлет свой акт о перегистрации. То есть там акт называется «Акт нахождения живой», если так сказать. Людям не надо нам ничего предоставлять, то консульство сам нам пересылает свой акт. И в режиме реального времени, то есть онлайн режиме, мы проводим перегистрацию тех лиц, которые находятся за границей. Что делать тем, кто получает пенсию на карту, живет на территории России, в другом субъекте? Им надо обратиться на нашу горячую линию, мы их проинформируем и мы повестим наших коллег в других субъектах, чтобы к ним такой-то гражданин наш обратится для перегистрации, а чтобы они оформили соответствующий акт и переслали нам. Просто им надо те лица, которые находятся в других субъектах, и они не могут приехать до 1 июня, просто обратиться на горячую линию. Мы разъясним, в каком порядке им надо все это сделать, и мы договоримся с нашими коллегами, чтобы более оперативно им решили этот вопрос. Лиц, которые находятся в России на лечении, на обучении, скажем, по сути потери корнец, один из родителей умер, и они получают по сути потери корнец в пенсию, обучаются в регионах России. И этим лицам мы также идем навстречу, будем выходить на учебное заведение, проверять, и никаких проблем они не почувствуют в этом плане. Своевременно все получат пенсию. Те лица, которые находятся на территории нашей республики, они, конечно, должны пройти перегистрацию.